Всем тихой ночи. В нашем традиционном голосовании в комментариях к видео больше всего упоминаний набрали сущности ГОК, так что пора погрузиться в эту часть вселенной SCP, ни один из текстов которой, кстати, не переведен на русский. На каких же оккультных монстров охотится эта организация из мира SCP? Сейчас и поглядим. Да, во вселенной SCP не только сам фонд занимается изучением аномалий, но и другие организации, такие как Глобальная Окультная Коалиция. Правда, если SCP изучает объекты в основном для того, чтобы придумать лучший способ их содержать, то ГОК ищет пути уничтожения. Даже сама по себе классификация сущности это частично отражает. Вот KTE – это известная угрожающая сущность, UTE – неизвестная угрожающая сущность, PTE – потенциальная угрожающая сущность, и главное – это LTE, то, к чему ГОК и стремится, ликвидированная угрожающая сущность. Степень угрозы оценивается от 1 до 5, а в особых случаях может быть назначен 6 уровень угрозы. Сущности, уничтожаемые ГОК, достаточно опасны. Например, LTE-1998 – это поезд, изначально созданный лабораторией Прометеи и перемещающийся между посмертными реальностями, питающиеся душами, как топливом. Кроме этого, покидая наш мир и возвращаясь в него обратно, сущность оставляет в самой реальности повреждения, грозящая неприятным последствиям. ГОК такая ситуация заинтересовала, и он отправляет против сущности штурмовой отряд, который её и нейтрализует, хоть и в итоге оказывается разгромлен в ходе тяжёлого боя с паранормальными существами. Описание этой сущности довольно богато лором. Читая историю ликвидации адского поезда, мы, например, узнаём, что ГОК долгое время пытался включить лабораторию Прометея, создавшую адский поезд в свои ряды. В тексте LTE-1998, как по мне, вообще лор ГОК развивается в нужную сторону, показывая взаимоотношения тайных обществ, их интриги и заговоры, что делает организацию интересной. Иногда ГОК справляется с существами колоссальными. Вот однажды прямо в воздухе над Северным Ледовитым океаном появились огромных размеров волчьи зубы. Вскоре становится ясно, что это зубы легендарного волка Фенрира. Основная часть тела которого, то есть всё кроме зубов, находится в отдельном измерении. ГОК посылает в это измерение довольно большой штормовой отряд, который также оказывается почти полностью разгромлен, однако побеждает мифическую тварь. Результат этого устранения, впрочем, сложно назвать успехом, ведь сразу после смерти потустороннего существа возникает огромное цунами из воды и огромных ледяных глыб, которые обрушиваются на Россию и Канаду. Есть истории попроще. Например, как-то раз агенты ГОК охотились на сущность, созданную безумным доктором Развлечудовым, ЛТЕ-7433, напоминающую живого игрушечного медведя, появляющиеся с какой-то вероятностью на кухне, где есть голодные дети и раздающие им хлопья для завтрака. Коалиция создаёт ситуацию, где появление медведя неизбежно, то есть кухню с кучей детей, страдающих от голода. Когда в помещении появляется медведь, туда же врывается штурмовая группа ГОК и расстреливает его, превращая комнату в кровавую баню. В файле объекта ещё упоминается агент Укулеле, также известный фонду SCP как доктор Клеф. Да, Клеф – один из каноничных учёных фонда, работал когда-то на ГОК. Помимо такого вот обмена с сотрудниками, коалиция иногда помогает фонду с различными проблемами. К примеру, одна из сотрудниц SCP, испытав на себе некое аномальное воздействие, приобрела умение ограниченно предвидеть будущее и делать так, что люди теряли возможность осознавать ценность денег на довольно большом расстоянии вокруг неё. Если эта женщина бы попала в крупный город, это вызвало бы вспышку хаоса. ГОК разработали план, согласно которому женщину заманили в одну из зон фонда SCP для предполагаемого лечения её аномальных свойств, но прибывший особый агент ГОК просто её убил. Всё это описано в ЛТЕ 8686, и такими вот вещами ГОК занимается. С ликвидированными сущностями всё понятно. А что насчёт текущих угроз? Поглядим и на такие. Вот, например, КТЕ 0154. Это пиньяты, которые убивают людей, чаще всего детей, высушивая их, превращая в конфеты, а затем выбивая получившиеся конфеты из сохнущих тел ударами палкой. Звучит опасно. Кажется, это действительно дело для ГОК. Оперативники коалиции открыли, что существ можно вполне эффективно сжигать из огнемётов, и так они и поступают. Однако один из экземпляров этого существа попал на хранение в SCP, и стал SCP-956. ГОК требует выдать объект для уничтожения, SCP в итоге его не отдают. Таких сущностей, кстати, несколько. Некоторые из объектов фонда — это единичные экземпляры сущностей, являющихся предметом охоты агентов ГОК. В случае КТЕ-2957 ГОК охотится на существ, созданных в Китае, для пополнения своей армии. В этом тексте Китай создаёт аномальных суперсолдат, обладающих паранормальными способностями и мощной регенерацией. Регенерация у них настолько быстрая, что коалиции приходится создавать новое, высокотехнологичное оружие для разрушения их тел. Этот текст интересен тем, что там показано, что ГОК классифицирует сущность как красный тип, и мы узнаём, что сущности людей коалиция делит на несколько основных групп. Красный тип — это люди, способные к аномально быстрой регенерации. В некоторых случаях это просто люди, способные выжить при тяжёлых травмах, а в некоторых способность к регенерации настолько быстрая, что сущность кажется неуязвимой и восстанавливается из малейшей живой части. А вот если сущность способна поднимать мертвецов, она и её порождение называются уже серым типом. Серый тип — это, в общем-то, классическая нежить. Описание подозрительно походит на обычных зомби, так что к зомби-апокалипсису оккультная коалиция вполне готова. Следующий тип — это жёлтый, то есть полиморф. То есть человек, способный превращаться во что-то ещё. Например, классический оборотень, превращающийся в волка. Полиморфы бывают условные, такие, которые сами свои способности не контролируют, и превращаются, когда выполняется то или иное условие. Безусловные. Те, которые становятся чем-то другим, когда захотят. ГОК выделяет ещё несколько типов полиморфов, таких, которые могут сами выбирать свою форму, и даже такие, которые, в принципе, могут быть чем угодно, и не имеют какой-то исходной формы, к которой привязаны и возвращаются. Ну и, конечно же, есть зелёный тип. Те самые люди, меняющие реальность, называемые фондом SCP скульпторами реальности. И о них мы уже говорили достаточно. В текстах про сущности ещё встречается синий тип, и с ним небольшая путаница. Есть целая статья, описывающая синих точно так же, как и красных, то есть как регенератов. Однако в историях они скорее Тауматурги, то есть чудотворцы, манипулирующие потоками невидимых энергий для создания аномальных событий. Колдуны, проще говоря. Ладно, большая часть этих КТЕ это или другой взгляд на имеющийся у фонда объекта, или люди, относящиеся к тому или иному цветному типу. Самостоятельных историй тут не так уж и много, но они есть. Например, как раз где-то в Германии ГОК потеряла оперативника, и на его поиски была отправлена группа. Группа эта вскоре вернулась с новостями. Оперативник был найден, но в довольно странном состоянии. Он перестал понимать и устную, и даже письменную речь, а в остальном остался совершенно нормальным человеком. Оказалось, что в небольшом немецком городе распространилась меметическая аномалия, делающая людей вот такими, и обнаружив ее, ГОК решил этот город уничтожить. Да, они спалили целый город для нейтрализации простейшей меметической заразы. Эта мера оказалась неэффективной. И тогда ГОК создал карантинную зону, вход и выход из которой были запрещены. Все эти жесткие меры не сработали, и в конце текстами меметической угрозы заражает сотрудника ГОК, читающего эти документы. То есть как бы читателя. Тексты по ГОКу ломают четвертую стену. Ладно, с ликвидированными и угрожающими сущностями в целом понятно. А кто такие потенциальные угрожающие сущности? Тут есть небольшая проблема. Такая сущность всего одна, и написана она на японском. Надеюсь, нейросеть поможет мне правильно понять суть объекта. В общем, там какая-то сущность, которая называется Тремя Богинями, или ПТЕ-1422, в теории грозит уничтожить человечество. ГОК и фон ТСП пытаются придумать способ избежать этой угрозы, но не приходят к какому-то общему решению, из-за разных взглядов на аномальные явления. И что делать, если сущность себя проявит и начнет громить мир, неясно. И самые загадочные, это неизвестные угрожающие сущности. Кто же они такие? Юта Е-1666. Это неизвестная сущность, которая заменяет параметры жизненной энергии человека. Пострадавшие, как бы предчувствуя что-то ужасное, начинают вести себя агрессивно и нападать на других, а их тело иссушается и начинает кровоточить. Вытекающая кровь приобретает свойства мистического эликсира, свойства которого от нас, как от читателя, скрыты. Впервые ГОК столкнулся с явлением, когда пораженный эффектом сущности агент ОНП убил сотрудника коалиции, расследовавшего аномальную активность. Оказалось, агент ОНП уже был заражен сущностью. Поначалу ГОК принял решение доставлять пораженных явлением Юта Е-1666 к себе в учреждении, с использованием средств, исключающих любую возможность пролить их крови. Однако главной задачей было понять, откуда все-таки такие люди вообще берутся, и в чем истинная природа эликсира, получаемого из их крови. Расследование ГОК, включающее в себя изучение множества документов других организаций мира SCP, приходит к тому, что впервые сущность появилась, когда несколько подростков провели какой-то страшный ритуал и пробудили древнее существо, природу которого еще предстоит понять. Текст сущности довольно хорошо развивает атмосферу, показания свидетелей написаны довольно неплохо, а различные описания неплохо рисуют мрачную картину загадочных событий. Еще более загадочная сущность Юта Е-9839, являющаяся неописуемой и находящаяся в центре постоянно расширяющейся зоны посреди глуши в Румынии. Люди, попавшие в эту зону, не просто не могут описать сущность, но и начинают страдать от амнезии и ухудшения всех форм восприятия. В течение примерно шести часов человек теряет возможность воспринимать реальность полностью, так что даже добраться до центра зоны становится задачей невозможной. Потерявшие восприятие люди по большей части становятся жертвами диких животных, которых эта местность почему-то привлекает. Решение ГОК по поводу сущности принял в своем обычном стиле. В центр зоны была сброшена зажигательная бомба, а сущность от этого не пропала. Даже были попытки скидывать туда различные взрывные устройства, но это не принесло желаемого эффекта. ГОК начал настаивать на ядерной бомбардировке зоны, достаточно мощной бомбы, чтобы полностью уничтожить всю зону влияния сущности. Однако против этого выступил как фонд SCP, так и румынское правительство. Сущность оказалась неопознанной. Такими вот вещами занимается одна из организаций мира SCP под названием ГОК. Какие еще штуки из SCP мы не обсуждали? Напишите об этом в комментариях. За что будет больше таких голосов, о том и будет следующее подобное видео. Всем пока!